Согласно правилам дорожного движения, велосипедист является полноценным участником дорожного движения. Перед поездкой владельцы двуколесного транспорта, так же как и автомобилисты, должны проверять транспортное средство на предмет исправности. С начала года на территории города Самара зарегистрировано 31 дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедистов, в которых 2 велосипедиста погибли и 30 получили ранения. В связи с этим мы практически еженедельно проводим рейды, в ходе которых проводим профилактические беседы. Основное нарушение, которое допускают велосипедисты, это переезд проезжей части, не спешившись. На зебре любой велосипедист обязан стать пешеходом. И надо заметить, самарцы правила знают, но все равно нарушают. Почему при переезде вы не спешившись? Ну, не знаю. Я задумался. Больше такого не повторится. Подобные правила распространяются и на владельцев самокатов. К примеру, этот человек, увидев сотрудников ДПС, останавливается и переходит дорогу сам, без эксплуатации транспортного средства. Но ему все равно устраивают небольшой экзамен. Спешился на пешеходном переходе, ну как и положено. Всегда ли правила соблюдаете? Конечно. Почему? Ну, потому что и сам водитель автомобиля. Поэтому знаю, и дети маленькие у меня есть. Ну, поэтому знаю, что правила нужно соблюдать для своей же безопасности и для других. В ходе бесед сотрудники госавтоинспекции напомнили велосипедистам и владельцам самокатов о необходимости использования защитных средств, шлемов и наколейников в избежении травм в случае падения. Рассказали и о правилах передвижения на внутридворовых территориях и парках. А также о том, как правильно перевозить пассажиров и какие последствия ждут нарушителей ПДД. Дай бог, если это все обойдется испугом из-за хорошей реакции водителя. Ну, а самое финальное – это, к сожалению, печальный исход, где уже с человеком уже можно попрощаться. К сожалению, такие случаи были. И вот хотелось бы, чтобы именно соблюдение права должного движения задумались лишний раз о своей же безопасности. Сотрудники полиции и общественники отмечают, что проведение подобных акций поможет снизить аварийность на дорогах Самары, а также напомнить пешеходам и велосипедистам о соблюдении правил дорожного движения. Елена Чернявская, Григорий Пришаков. События.